Образование, предпринимательство, волонтерская деятельность и патриотическое воспитание. Все это площадки, представляющие основные темы Красноярского молодежного саммита. В свое время эти проекты появились благодаря аналогичным встречам. И на этот раз организаторы форума надеются, что он станет отправной точкой для новых инициатив. Саммит проходит в рамках молодежного конвента, объединяющего в себе сразу несколько направлений. Это и выставка достижений, и награждение самых талантливых и целеустремленных молодых людей со всего региона. Сегодня здесь собраны ребята из многих территорий, которые отражают не только городокрасноярскую позицию мегаполиса большого, но и небольших городов, сел, поселений. Как стать востребованным и какое будущее ждет современную молодежь? Эти вопросы стали центральными на пленарном заседании. Одно из главных пожеланий участников между поколениями должен быть диалог, тон которого задают уже юные и амбициозные. У нас выступал на парламентской слушании достаточно известный блогер, и скажу, что там тоже она правильно сказала, что не нужно стесняться, не нужно бояться руководителям различных уровней, депутатам в том числе, идти в социальные сети, показывать себя, показывать свою работу. Я скажу, что подчеркнуть, подпитать себя той молодежной средой руководителю любого уровня, депутату и так далее, это будет крайне полезно. Очень, конечно, важно сейчас привлечение каких-то друзей как раз, социальные сети тоже очень сильно на это влияют, потому что очень много действительно популярных направлений, которые у нас в Красноярске реализуются, они начались с социальных сетей, просто как с заброски идей, и в дальнейшем ушли уже в реально существующий бизнес. Свои делегации к нам на молодежный саммит для обмена опытом отправили все регионы Сибирского федерального округа. Отличительная черта конвента в том, что его готовят сами участвующие в нем школьники и студенты, и поэтому они заинтересованы в успехе этого мероприятия. Один из предыдущих конвентов был посвящен теме здорового образа жизни, и с тех пор у нас очень усилилось это направление. На какой-то момент разговор заходил про добровольчество, про добровольческие инициативы, и у нас здесь большой спектр новых проектов появился, это и медицинское добровольчество. Итогом саммита станет резолюция, ее передадут в краевое правительство и депутатам. На основе этого документа будут приниматься решения, направленные на развитие региональной молодежной политики. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Новости. Продолжение следует...